Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня снова мы вместе на волнах радио Гималайи и у макерафона Анастасия Любельская. Продолжим нашу тему дружелюбия, и сегодня мы её рассмотрим вновь в контексте семьи. Будем ли мы миротворцем или террористом в семье? И как важно быть другом в семье? Давайте попробуем разобраться. Во-первых, что же такое семья? Семья – это не просто совместное проживание людей разного пола. Ведь так и есть. Семья – это, в первую очередь, место нашего творчества, это поле деятельности, на котором мы можем посадить всё, что мы задумали. Мы можем посадить розы, а можем посадить чертополох. А значит, мы сами сотворим из нашей семьи либо место для страданий, фактически ад, либо место для счастья и любви, фактически рай. Так что понятно, что нам надо разобраться в первую очередь в том, а какую роль мы, собственно говоря, играем в семейной жизни. Роль разжигателя конфликтов, роль провокатора, роль террориста, роль эксплуататора или всё-таки роль миротворца, который несёт в семью мир, счастье и спокойствие. И вот от этого нашего с вами выбора будет зависеть сама система нашего поведения. Ведь быть домашним террористом очень просто. Надо постоянно и всеми возможными способами запугивать всех своих родственников, запугивать так, чтобы они точно поняли, кто в доме хозяин и были изначально согласны с любыми нашими требованиями и решениями. А вот стать домашним миротворцем совсем непросто. Ведь роль миротворца, как ни парадоксально, не может быть ролью. Ну, просто невозможно играть миротворца. Миротворцем можно быть только по-настоящему, только будучи чистым сердцем, только имея абсолютно бескорыстные мотивы, фактически став мудрецом, представляющим духовную философию в её практическом применении. И для того, чтобы стать настоящим миротворцем, надо понять, как действуют террористы, которые захватили наше сознание и не только заставляют страдать нас самих, но и заставляют нас причинять боль окружающим, причём самым близким из них, нашим родственникам, нашим родителям, нашим детям и нашим друзьям. И как вы думаете, что же это за террористы такие, которые живут прямо внутри нашего собственного сердца, а значит, запросто проникают во все наши семейные взаимоотношения? Мудрецы говорят так. Это шайка-разбойникам с большой дороги во главе с вожделением, которая связала меня по рукам и ногам в верёвках в моих греховных поступках, причиняющих мне страшную боль. Вот что это такое. Теперь мы понимаем, кто главарь этой шайки. А главарь не что иное, как наше вожделение. Вот она правда семейной жизни. Если в сознании семейного человека поселилось вожделение, то он должен срочно спасать и себя, и свою семью от разрушения. Ведь где главарь, там и вся шайка. Ведь что такое вожделение? Это эгоизм, маскирующийся под бескорыстную любовь. Вожделение – это желание удовлетворять что? Свои чувства. Вожделение – я хочу, мне надо. Сделай так, как я хочу, чтобы я был удовлетворён. Вот что такое вожделение. И это не любовь, не надо путать с этим. Многие путают. А что такое любовь? Что такое настоящая любовь? Все сейчас вокруг говорят «любовь, любовь, любовь» и путают с вожделением. Но настоящая любовь – это желание удовлетворять чувства другого. А если мы создаём и поддерживаем семью на основе вожделения, то это не семья в любви. Это семья в эксплуатации. И каждый член такой семьи будет кем? Домашним террористом. Готовым пойти на всё, чтобы исполнить свои желания, во что бы то ни стало, и любой ценой. И в такой семье можно ожидать чего угодно и в любой момент. Но явно не стоит ожидать ничего хорошего. Фактически жить в такой семье – это жить с террористами, на складе с порохом, который может взлететь на воздух в любую секунду. Причём надо точно понимать, что это не внешние враги. Это именно враги внутренние. Мои враги, которые внутри меня сидят. То есть они являются детищами наших прошлых поступков. Последствия нашей прошлой деятельности теперь приходят к нам в этой жизни как очень сильное желание. Желание, толкающее нас на совершение глупых, а иногда и просто ужасных поступков. И в результате они незаметно убивают нашу жизнь, отбирая всё отпущенное нам временно исполнение этих никому не нужных желаний, которые приносят только горе и боль. Проблема в том, что этих внутренних врагов, которые фактически толкают нас на верную гибель, мы по незнанию считаем своими друзьями и уступаем им тёплое и центральное место в нашей жизни. И это тёплое и центральное место ничто иное, как наш собственный ум. Что или кто сидит на троне нашего ума? Вот в чём основной вопрос контроля сознания. А значит, пока у нас есть ум, следует понимать, что там, в уголках нашего ума, могут жить наши враги, которые маскируются под наших друзей, а сами желают нам смерти. И будут очень рады разрушить любую дружбу, любые взаимоотношения, нашу семью, в конце концов. Так как строгие правила чистой семейной жизни ну никак не подходят под те греховные желания, которые наши враги лелеют прямо в нашем собственном уме. Ужас состоит в том, что иногда на троне нашего ума мы сами усаживаем своих врагов, удивляемся. А потом удивляемся. Откуда и почему у нас столько проблем? Просто всё свалилось на меня. Откуда это всё свалилось? А вот отсюда кого мы поставили в центр? От этого всё и зависит. Оттуда всё и свалилось. Надо, конечно, принять и осознать, что мы все немного больны из-за наших прошлых греховных поступков. И поэтому каждый из нас должен стать врачом. И в первую очередь нам нужно вылечить наш собственный ум. Так как наш ум заражен смертельным вирусом. вирусом вожделения. Причём эта пандемия, вот так пандемия настоящая, которая захватывает всю нашу планету целиком. Да, трудно в этом признаться, вирусом. каждый, каждый человек на этой планете заражен вожделением. И наша главная задача в этом мире это победить своё вожделение и помочь справиться с этой проблемой всем тем, кто готов вступить в эту битву. миротворец это не тот, кто оставляет драку хулиганов на улице и даже не тот, кто останавливает войны. Миротворец в первую очередь это тот, кто избавился от вожделения, а значит установил мир в своём собственном сердце. и победить вожделение нам поможет духовное знание, которое раскрывает нам правду о том, что шесть внутренних врагов это не шесть разных врагов, это просто разные лики одного и того же главного врага под названием Кама или вожделение. Именно вожделение приходит первым в наше сердце и постепенно захватывает всю его территорию целиком. Когда вожделение не удовлетворено, оно естественным образом превращается сначала в лёгкое раздражение, потом в сильное недовольство и в конце в самый настоящий огненный гнев. Вот цепочка вожделения не удовлетворено, раздражение и потом гнев. Если же мы всё-таки рискуем попробовать удовлетворить своё вожделение, то оно превращается в жадность. Ведь главный закон вожделения состоит не в том, что оно никогда не насыщается. Оно просто устает и отдыхая набирает сил до своей новой смертельной вспышки. Вожделение это то состояние сознания, когда материальные желания, притаившиеся в нашем уме, больше не могут скрываться и, накопив смелости, становятся очень сильными и настолько сильными, что мы начинаем всерьёз думать о том, что исполнение этих ужасных желаний и есть наше предназначение. Вот оно как! А все, кто мешает нам на пути исполнения наших желаний, кто? Да, наши враги и подлежат уничтожению. Уничтожению безо всякой жалости, даже если это были наши близкие или друзья. Так что тот, у кого есть вожделение, не может быть миротворцем, ведь он время от времени начинает считать врагами самых близких и сам разжигает войну по всем направлениям. Вот когда человек вдруг начинает думать, что его главная задача жить для себя, а все окружающие ему что делают? Мешают, да, исполнять его любимые желания. И вот это состояние сознания надо запомнить, называется моха или иллюзия. Иллюзия, то есть это когда я в центре, что я живу для себя, все окружающие мне мешают. Вот она иллюзия. Сколько сейчас человек живет в этой иллюзии? Посмотрите вокруг. А семьянин в таком состоянии фактически уже не является семьянином, так как он воспринимает семью как препятствие для исполнения своих корыстных и позорных желаний. и жертвуя своими отношениями, фактически заплатив своими родными и близкими, он достигает задуманного и в сердце появляется гордыня на сансприте мада и сознание погружается в тяжелое опьянение. Вот докуда доходит сознание. И человек полностью запутывается и абсолютно неправильно понимает свое положение в этом мире. В состоянии гордыни он полностью связывает свою душу с теми материальными достижениями, которые он получил в обмен на свои отношения. И вместо бесконечного счастья, о котором он мечтал, о счастье все мечтают. Но вместо этого в результате его гордыни появляется зависть мацарьи. Вместо счастья зависть. Ведь оглянувшись по сторонам, мы понимаем, что чем бы мы не гордились, у кого-то есть что-то получше, чем у меня, что-то побольше, чем у меня, что-то покрасивее, чем у меня, или помоложе, ну, чем у меня. И так вместо счастья человек наполняется злобой и ненавистью ко всем, кто смог хоть чего-то допиться в жизни. И тут появляются два признака окончательного сумасшествия. Человек начинает радоваться, когда другому плохо. Это полный просто крах, полное падение, когда человек начинает радоваться, когда другому плохо. Сердце просто окаменело. Ему становится очень плохо, когда другие радуются. и в этот момент ни о какой дружбе, ни о каких отношениях в семье не может быть и речи. В этот момент, если говорить о семье, семьянин умирает окончательно, потому что находится вместе с другими людьми, ему становиться просто невозможно находиться вместе с ними. Это дно жизни. Человек не может находиться даже с теми, кто его любит и кого он сам только что любил. Вот нам горько это говорить, но к сожалению, большинство разводов говорят о том, что в сознании человека произошла вся эта трансформация, от самого начала до самого конца. И произошла она на глазах его родных и близких, которые, к сожалению, просто не знали, что со всем этим делать и даже не догадывались, к чему это все идет. И в конце концов каждый разумный человек понимает, что семья это божественное устройство. Семья создается на небесах и должна служить задачи познания божественного. Но священные трактаты нас предупреждают о том, что понять абсолютную истину может только тот, кто свободен от зависти ну или хотя бы понимает, что от зависти надо как можно быстрее избавляться и прилагает к этому все свои усилия. так так что семья это особое божественное устройство в котором все должны следить за тем, чтобы никакая ситуация в жизни человека не приводила к возникновению зависти. Ведь зависть очень тонка по своей природе и увидеть ее со стороны не так просто. Но в семье ничего скрыть друг от друга не получится. Поэтому именно в семье и надо следить за тем, чтобы зависть не просыпалась и не уничтожала нашу семейную жизнь вместе с индивидуальным духовным развитием. почему надо об этом следить именно в семье? Да потому что зависть это полная противоположность любви. И мы же собирались в семье для чего? Для того, чтобы учиться любви. А тот, кто завидует, это двоечник в науке о любви. Его уровень любви на нуле, а значит и сама семья находится в максимальной опасности. Мудрецы говорят, что даже тень от зависти уничтожает любовь на корню. Так что помните о том, что именно вожделение постепенно приводит к зависти и уничтожает любовь. Поэтому бороться с завистью и сохранять вожделение это симптоматический способ лечения, при котором корень болезни остается цело невредим. К сожалению, нам надо признать то, что развитие вожделения в нашем сознании уже настолько запущено, что уже можно даже не думать, на какой ступени развития находится данная проблема. Зависть уже у нас есть, она уже давно обосновалась в нашем сердце, и теперь наша основная задача срочно начинать спасательную операцию. Зависть говорит о том, что теперь для нас счастье полностью закрыто, и теперь мы не сможем радоваться даже самым простым радости, мы будем испытывать недовольство даже в самых благоприятных ситуациях. Вот в чем парадокс. Мы можем удивляться, но практически 80% консультаций, которые проводятся, посвящены тому, чтобы объяснить клиенту, что в его жизни все очень хорошо и практически идеально, что его единственная проблема состоит только в том, что он никак не может оценить своего удачного положения и правильным воспользоваться. И так, вместо того, чтобы просто покушать и стать счастливым от того, что у него есть хлеб насущный, человек смотрит в чужую тарелку и начинает сравнивать количество. Количество этого хлеба насущного и толщину сливочного масла на этом хлебе. Как известно, из священных трактатов есть четыре основных человеческих порока. И интересно посмотреть на то, как они распределяются по степени тяжести. Самым тяжким грехом является желание наслаждаться чужими страданиями, желание причинять боль другим живым существам, желание убивать. Это самый тяжкий грех. затем по степени тяжести идет желание наслаждаться противоположным полом, использовать его для наслаждения своих чувств. Третьим по тяжести является порог азарта, а четвертым самым простым пристрастие к удурманивающим веществам вроде алкоголя и сигарет. Так что радоваться, когда другому плохо, это не что иное, как самый страшный грех, который проявляется в нашем сердце, даже в быту. Вот как часто мы произносим эти страшные слова. Так тебе и надо. Никогда не говорите так. Эти слова убийцы, эти слова насильника, которому приятно, когда другому больно. Невозможно так стать миротворцем, радуясь страданиям других и расстраиваясь в виде, как другим хорошо. вот эти четыре перечисленных порока все вместе разрушают и любовь, и отношения, и дружбу, и семейную жизнь, и духовную жизнь. Просто потому, что никакие материальные желания в принципе невозможно удовлетворить. Они каждый раз удваиваются и мучают, мучают, мучают нас в два раза больше. И было бы очень опасно думать, что в молодости можно спокойно удовлетворять свои желания, а когда придет старость, вот тогда можно будет полностью сосредоточиться на духовном развитии и нагнать весь образовательный духовный процесс, как студенты надеются на то, что смогут подготовиться к экзамену за одну ночь. Но не тут-то было. Опять мне придется вас расстроить. Ведь в трактатах говорится о том, что в процессе старения действительно стареет все, что у нас есть. Стареет кожа, стареют кости, стареют внутренние органы, стареет все, кроме материальных желаний. Материальные желания остаются такими же молодыми, они не стареют никогда, они остаются молодыми, какими и были, и надеяться на то, что они постареют, было бы самой большой ошибкой в жизни. это даже большая ошибка, чем надеяться на то, что не постареет наше материальное тело. Вожделение в трактатах называется ненасытным и маскирующимся. Оно может запросто притворяться другими проявлениями, которые на первый взгляд не связаны с вожделением. Даже желание духовного развития может запросто оказаться тем же самым вожделением, которое просто требует от нас быть не такими, как все. Мы можем проявлять вожделение во время передачи духовного знания, наслаждаясь тем, что мы знаем то, о чем другие даже не догадываются. Вожделение настолько коварно, мы даже это представить не можем, оно настолько коварно, что может прийти в любой, даже самой неожиданной форме. И человек, вставший на путь духовного образования, в первую очередь должен стать специалистом по выводу вожделения на чистую воду. Как в аэропорту, таможенник очень внимательно рассматривает ваше лицо и сверяет его с фотографией в паспорте. И если ему что-то не нравится, то он просит снять шапку или очки, шарф и пропускает вас через границу только тогда, когда точно уверен, что это вы и есть обладатель этого паспорта. Точно так же надо понимать, что семья это территория любви, а вожделение тут делать нечего, так как именно вожделение является основным врагом семейной жизни и дружбы внутри семьи. Мы должны раз и навсегда запомнить, что если семья распалась, то разрушила ее именно вожделение. Итак, давайте подведем небольшой итог. Вожделение не приводит к миру. Гнев не приводит к миру. Жадность не приводит к миру. Иллюзия не приводит к миру. Гордыня не приводит к миру. И зависть тоже не приводит к миру. Это те самые шесть причин, шесть врагов в нашем сердце, из-за которых и начинается конфликт, и начинается война, и заканчивается дружба. Это те самые причины, по которым любящие начинают ненавидеть друг друга. И значит именно с ними и надо вести борьбу, понимая, что самый главный из этих противников является вожделение, захватывающее наше сердце в плен и не желающее возвращать его истинному хозяину. то есть душе. Так что миротворец это специалист в духовной практике. Практике, которая позволяет вернуть наше сердце душе, вернуть нам разумность и мир внутри самого себя. И спасибо всем, кто был сегодня рядом. Будьте миротворцами в своей семье, с друзьями и увидимся снова на волнах Радио Гималайи. Редактор субтитров